Приветствую вас! Вы свой телевизор выбросили и еще остался? Знаете, красивую цитату я прочитал. Телевизор проиграл интернет. Да, проиграл. Это факт. Хотя, обращаю ваше внимание, я еще помню времена, да, 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 помню времена, когда соседи ходили на телевизор. На телевизор было мало, 60-е года. И действительно, ну, был такой момент, когда соседи ходили на телевизор, в гости, потому что не во всех он был. И тогда казалось, что это что-то невероятно. Я не помню времена сразу, говорю, когда было радио. Но помню рассказы, когда люди ходили слушать радио. Ну, и вообще слушали радио, то такая ситуация была. Но я это уже не помню. Так что, как видите, сначала телевизор уничтожил радио. Что было до этого, я приблизительно догадываюсь до этого. А сейчас интернет уничтожил, телевидение. Это факт. Смотрите, какая тоже забавная ситуация. Приблизительно, как раз, на сломе. Вот это 99-2000 год. Но так получилось, что тогда я занимался акциями, но американскими. И, как вы помните, тогда блистали американские .com Было очень много дискуссий. И по поводу Microsoft, Apple, Cisco. Ой, чего не было. И тогда действительно обсуждали, писали, рассказывали, что вот интернет может действительно, ну и скажем, новой технологией, радикально поменять телевидение, ну и вообще средства массовой информации. И получилось так, что тема была очень популярна, потому что до этого зависела цена акций. Вообще, вы, конечно, не помните, это появлялись такие интересные имитенты, которые, ну, взлетали. Почему? Потому что говорили, что вот мы такое делаем. Я! Хотя потом смотрели, и немножко не то делали. Но, вот эта дискуссия по поводу того, что телевидение может ли проиграть интернету, я говорю, в 99-м, в 2000-м была жутко популярна. И как вы догадываетесь, большинство людей сперту говорили, никогда. Те люди всегда выходят. Знаете, какие приводили долги? Да, очень разные. Ну, начинаючи с того, не, понятно, что связь была хуже, и говорили, ну, она будет совершенствоваться, да, вот это вот нормально воспринималось. Но, все говорили, почему. Привычка человека. Он говорит, ну, как же, как же, вот представьте, человек с утра читает газету, бумажную, понятно, а чтобы он читал с монитора, нет, это никогда не будет. Нет, серьезно, это был один самый главный довод. Но, даже тогда уже действительно было заметно, ну, я говорю, вы не знаю, был ли у вас доступ до интернета, 99-2000 годов, ну, конечно, он был слабенький, но даже тогда уже, ну, скажем так, можно было посмотреть, а кто читает ваш сайт, с каких стран, сколько, то есть, то есть, грубо говоря, вот даже такая примитивная информация уже была, и тогда уже действительно дискуссия, я говорю, что вот за этим будущее. Понимаете, в чем сила интернета? Смотрите, вот даже вы сейчас смотрите, да, я, ну, понятно, я смотрю очень по простенькому, зрители, так дальше, ну, мне тоже есть анализ, но, если серьезно, вы должны представить, какая мощность сейчас сила, с помощью которой можно проанализировать, кто смотрит, когда смотрит, что смотрит, что не смотрит, как реагирует, как влияет. Вы скажете, для чего? Ну, как для чего? Для картинки. понимаете, для того, чтобы вы смотрели, надо проанализировать, выстроить, хоп, ну, почему время от времени вы говорите, вот, там просмотр, да, 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 это тоже, нет, это можно сделать, это делается, мало кто технологий. Ну, одно дело, когда вы скажете, просто картинку вы смотрите, но, можно сделать так, что это будет реклама. Ну, и вы, наверное, догадываетесь, что сейчас самое главное, это не та, которая появляется тут у вас на экране, а реклама правильно, скрыта. И на сегодняшний, этот рынок не просто развивается, сумасшедший. И в будущем, в будущем, да, действительно, телевизор врет, серьезно. Но вы же понимаете, цель какая, бросить вам информацию и заработать на вас. А телевизор это еще не позволяет. А вот интернет позволяет. Интернет действительно позволяет бросить информацию, посмотреть, как вы реагируете, проанализировать, поменять, бросить еще раз, еще, 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 и оп, заработать. Ну, действительно, скажем, планшеты, особенно смартфоны, радикально, радикально поменяли информационные полиции. Полностью. Ну, не буду вам напоминать, что новости сейчас действительно больше воспринимаются визуально. Действительно, я бы уже не сказал, что фактически блоги печатные лодорами. У меня было бы довольно большое количество, и когда-то их читали, и так далее, сейчас я их немножко поддерживаю, ну, не более чем. Люди ленятся читать. Даже если ты действительно делаешь что-то такое, ну, не. Потому что получается смартфон маленький, и человек в первой строчке, а дальше, ну, листать. Кто-то листает, но основная масса. Видео идет лучше. Мало того, короткий. Вообще, я говорю, информация ускорилась, уменьшилась, и стала более, ну, скажем так, обратно связанной. Потому что, еще раз говорю, что вы даже просматривая YouTube, не просматривая Facebook, так дальше, Twitter, вы автоматически подпадаете под карандаш. И сразу, оп, оп, работает. Работает. Так что, да, действительно, кто бы мог поверить, что телевидение умрет. Но он умирает. Это одна из причин, когда сейчас вообще бывает дискуссия на телеканалах и так дальше. Когда я говорю, ребята, ну, по большому счету надо перетрансформироваться. Ну, смотрите, еще, скажем, вот там, ну, не знаю, лет 10, и ваши телеканалы просто исчезнут. Ну, как бумажная газета. То есть, сейчас, ну, вы будете удивлены, ну, да, есть, печатают бумажные газеты. Печатают, раздают бесплатно. ребят, это несерьезно. Это абсолютно несерьезно. Продать уже невозможно. Просто невозможно. Бесплатно брать не хотят. Серьезно. И то же самое с телеканалом. То есть, кто вовремя сейчас из обычной телевидения переспрыгнет в интернет-телевидение, выживет. Кто будет топтаться на месте, типа, ну, нас смотрят, нас умрет. Умрет. Ну, и под конец классический пример. Классический пример, действительно, ну, как вам сказать? Фактические ошибки. Ну, вы, наверное, помните, была когда-то печатная такая газета бизнес. Жутко популярная. Действительно, очень много зарабатываем на рекламе, очень много зарабатываем популярно, ну, в экономических кругах это фактически был монстр. Да, да. А потом, когда надо было перейти в интернет, они опоздали. Серьезно, они просто опоздали. Ну, там, прямо. и нет, сейчас есть сайт газеты бизнес, но никакой, То есть, получилось, что новые, даже вот эти вот, интернет, вот так в мире все происходит. Так что, будущее за интернетом. Обращаю ваше внимание, что вот ваши дети со временем будут не понимать, а что такое телевидение. Это замечательно. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok